Привет, Сафронов! Меня тут спрашивают иногда, знаете, зачем ты это всё снимаешь? Зачем? Ну, потому что это увлекательно интересный процесс. Как происходит создание игрушек, как происходит создание поделок, что вообще в голове у людей, и как этот рынок влияет на людей, как люди ведутся на это, что люди покупают, как можно их обмануть, привлечь, завлечь. Это уникальная тема, потому что, например, знаете, я показывал бананы. Вот бананчики, помните? Игрушки в бананах. И я вам говорил, что там по теме, как лол сюрприз, внутри фигурка, бананчик, фигурка, аксессуары, ну, тоже вот такое. И что вы могли бы подумать, вы-бы-вы-вы-вы-мы-вы с вами, что подельщики сделают вот это. Они сделали бананы, лол сюрприз бананы. Вы серьёзно, вы представляете себе, что это такое? Вот это, смотрите, эта форма прям один в один того банана, но они оформили это в стиле лол. То есть они сделали бананы, лол сюрприз. Я взял парочку для того, чтобы посмотреть, что же они туда внутрь запихали, как сделали этот банан, потому что на оригинальной я делал обзор. Можете посмотреть, зайдя во вкладку «Видео» на канале и найти, там прям бананы. Вот, я ещё одну серию, ну, возможно, сделаю. Ну, в общем, на оригинальные. Классные, прикольные игрушки, не очень дорогие, если заказывать из Америки, как я это делал. Но эти тоже, типа, 300 рублей банан, ой, или 200 рублей банан. Конечно, это подделка, и хотелось бы, чтобы он стоил дешевле, или вообще его бы не было. Но, тем не менее, значит, смотрите, у нас тут нарисованы лол, это всё в коробочке. Как они любят эти коробочки, они понимают, что неважно, какая будет игрушка. Фиговая, классная. Главное, чтобы внутри... Главное, точнее, главное не то, что внутри, а что снаружи. А внутри может быть вот грязный такой вот картон, вонючий пластик. Люди поведутся на красивую обёртку. Воу! Да, слушайте, это прям очень похоже. Только он пластиковый. Если тот банан был такой прорезиненный, и у него вот эта часть была резиновая, то здесь всё пластиковое. Я прям чувствую, он легче намного, чем... Несмотря на то, что он вроде больше, он легче, с одной стороны. Но, с другой стороны, при этом и... Какой он? Как будто пустой внутри. Я даже не уверен, что там внутри 100% будет что-то. Кукла или типа того. Ну, в общем, видим, что оформлен, видите, он так залеплен, как Лол. Всякие штуки вот в эту плёночку. Оформлен в виде... Ну, как это? Как оформление, как у Лолов. Но, кстати, у второго банана немножко по-другому. Сейчас мы посмотрим. Но всё равно похоже. Хотя нет, почти так же. Да. Короче, это... Это что-то с чем-то. Видите, даже соединительный элемент. Мы обязательно попробуем соединить, соединяются ли они. Колечко, всё здесь сделали, всё сюда забавили. Ну, что же внутри? Как это вообще... Как это до них дошло такое? Это... Ну, это надо представить. То ли они мой канал? Может, знаете, люди, как ощущение, что поддельщики там мой канал смотрят, посмотрели. Такие, о, у него что там? Лол выходил обзор. И на бананы. Типа, что там? Народу интересны были бананы? Вот, мы сделаем. Я не удивлюсь, если скоро начнут подделывать лам, которые тоже всем понравились. И... Кстати, которые тоже очень интересные темы, оригинальные должны прийти. В общем, смотрим, смотрим на этот бананы. Всё пластиковое. Ну, что же, настало время открыть секретный отсек. Причём... А, он... Понятно. Понятно. То есть, они предлагают нам что, выламывать это всё? Потому что, смотрите, это, видите, не резиновое, а пластиковое. Да, они предлагают нам... Ну, не выламывать. Они тут, типа, видите, на таких... На таких... На такой палочке. И внутри чудо-пакетик с чудо-вещами. Видите, вот внутри... О, вот так. Это защёлкивается. Но это, конечно, не сравнить, насколько круче тот бананчик, где у него прям как кожура снималась. Здесь же это просто какая-то дичь. Типа, пам! Да ещё и палец можно причемить. Ау! Было сейчас неприятно, если честно. Ну и что-то внутри. Давайте попробуем угадать, узнать, есть ли внутри кукла или нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, за 200 рублей должны были что-то. Или они всё потратили на упаковку. Так. Внутри есть наклейка, которая говорит нам, что новая русалочка баррельянтовый подбор актёра. Вот. И дальше мы видим стаканчик. Ну, за такое мы уже видели много раз. Дальше вот, что меня пугает. Это ботиночки для обычного, не лол, а обычного пупса за 10 рублей. Который в палатках в любых или на Алиэкспрессе. Такие пупсы стоят 10, там 15 рублей. Вот. Обычно. В таких они ботиночках. Это не лол ботинки. Что здесь есть ещё? О, здесь есть очки. Они такие весьма фактурные. Сделанные, ну, так, на троечку с плюсом. Так. Есть платье. О, какое оно. Вы посмотрите. Оно похоже на халат медсестры, но только как будто он латексный. Ну, то есть, или какой-то кожаный. Я не знаю, почему он зелёного цвета, не очень здорового цвета кожи. Ну, в общем, это как будто... Видите, какой он? Как будто он из клеёнки сделан. У каких-то... Как это? Мясников. Такие штуковины. Из клеёнки полностью. Такие плащи практически. Возможно, это кукла-мясник. Ну, и мы видим, да, что туловище – это самого обычного пупса. Самого обычного пупса. Мупса. Пупса-мупса, который за 10 рублей, такие его ботиночки, вот как я и говорил. Ботиночки за 10 рублей, пупса за 10... Ну, то есть, в общем, так, как есть. Так, мы возьмём платье. Сразу можем нацепить на этого пупса. Но, может быть, оно хотя бы немного исправит дело на платье. Или, наоборот, сделает всё ещё ужасней. Да. Но, типа, возможно, возможно, смотрите, это платье действительно будет менять цвет в воде. Но я этого проверять не буду, потому что мне жалко воду тратить на это. И голова куклы, которая... Голова Лол, только она немножечко-немножечко меньше, чем у оригинала, как по мне. Ну, вот такое впечатление. В бегудях. Но насколько это всё смотрится нелепо и ужасно всё это вместе, то это просто беда какая-то. Почему в банане? Почему чё? Очки вообще не от неё, кстати. Смотрите, как это ужасно. Как это ужасно. Как это кошмарно. Как это просто-просто отвратительно. Ну, посмотрим, так ли отвратительно. Вторая кукла. И, может быть, там что-то будет намного круче, что... Да. Ну, да. В общем, бананы меня удивили. Ты чё? Ну, поэтому цена такая, знаете, вроде, казалось бы, такая коробка, банан, лол. Что? Май френд Педро практически могли бы продавать такие игрушки из-за игры. Компуктерная. В общем, и я бы только упаковку из этого всего, вот эту лолу, это можно выкидывать. Нет, упаковку тоже я боюсь ему кому-то давать. Вот так открывая, ребёнок может себе покалечить палец. К сожалению. К сожалению. Нет, была у меня идея, может быть, поделиться с кем-нибудь, отдать друзьям, знакомым, родственникам, соседям, там, кто там. Есть люди, которые, например, говорят, ну, ничего страшного, что фейковое, типа, ладно, окей, норм. Там, типа, если она нормально по качеству, ты, как бы, не совсем. Хотя я ещё, по-моему, практически ни одну подделку лол. Ну, кроме, там, буквально, там, года-полтора-два назад, может быть, когда делал. Буквально, там, одна или две были нормальные. И то они были, там, типа, полностью пластиковые. Итак, значит, у нас тут второй банан. Я уже, видите, с ним разделался как следует. И мы сейчас узнаем, что же внутри. В общем, я в итоге подделки-то и не отдаю никому. Только если какие-то, ну, просто там, левые игрушки, не фирменные, не брендовые, там, могу сказать, что, ну, вот, пожалуйста, ну, это вот такое себе. Но люди уже сами для себя принимают. Просто выкидывать или хранить какие-то вещи просто не могу, потому что, ну, и так у меня всё завалено и всякими клёвыми штуками. А тут ещё и вот это вот всё. Так, что же у нас здесь? Ну, так, здесь у нас, а здесь у нас какая-то кукла на четвереньках. Стоять на четвереньках и пить это бриллиантом. Ну, в общем, окей. Опять всё то же самое. Ну, подождите, подождите, здесь кое-что другое. Всё же кое-что другое. Ботиночки, ботиночки, ботиночки есть. Почему начали у меня чесаться от этого всего дела руки? Вот что интересно. Ещё одно. Это, слушайте, какое-то медицинское учреждение. Точно. Может быть, это, знаете, не... Может, это психбольница. Может быть, это психбольница из фильмов и ужасов, где показывают. Это психи, лол, психи. Вот так бы я назвал. Они в очках, я не знаю, такими стаканами ходят. И вот вторая голова. Вторая голова. Ну, головы, кстати, кстати, сделаны лучше большинства голов поддельных. Но всё же покупать голову за 200 рублей, лол. Ну, не знаю. Типа, у вас есть отличное тело, лол. Вы смотрите, как это страшно смотрится. Вы смотрите. Какие-то безумные врачи, точнее. Знаете, какие-то безумные учёные, которые проводят над вами эксперименты. Вы такой, знаете, попили кофе в кофейне в городе проездом. И вдруг почувствовали, что у вас закружилась голова и очнулись, когда над вами стоят склонившись две медсестры, два врача, которые говорят, не волнуйтесь, скоро мы заберём то, что вам не нужно. Ваши органы. Короче, что-то такое. Ой, почему-то смотрите. У этой нет дырки в спине, а у этой есть дырка в спине. Подозрительно. Подозрительно. Но они просто лютые. Они вообще не собирали то, что они туда кладут сами. Не видели, насколько это дико выглядит? Наверное, чешется от вот этой вот штуки, которая типа меняет цвет. Я потрогал и начали чесаться пальцы. Вы видите, тут вот покраснение. Тут тоже что-то, короче. Это не очень здоровая фигня. Я бы, знаете, как в саркофаг, наверное, разместил эти куклуки, чтобы больше они не причинили никому вред. Но и стакан свой забери. И стакан свой забери. Так я и сказал своему преподавателю. Математики. Жозефина Альбертовна, заберите свой стакан. И стакан свой заберите. Вот, я хотел проверить еще... Почему это была история, непонятно. Короче, хотел проверить, как они сцепляются. Сцепляются ли они вообще? Да, они сцепляются. И что? Ну и ничего. Они просто сцепляются и ничего. И это ничего не значит. Господи, какая дичь. Какая дичь. Как они додумались. Не буду сейчас не полезу за бананами, за оригинальными, ни за чем. Просто... Просто как бы... Это вообще не заслуживает внимания. Короче, проходите мимо. Бегите. Не тратите свои ни 200, ни 100, ни сколько рублей на эту фигню. Серьезно. Там... Просто намного можно выгоднее, я имею ввиду, для себя. И вообще, нет. Давайте так. Я не буду ничего. Это будет выглядеть как реклама какая-то. Нет. Никакой рекламы нет. Этих бананов или не бананов. Просто не покупайте вот это. Вот я бы там скажу. Не покупайте вот это. Хотя вам те бананы понравились, но эти вот мимо. Бегите от подделок этих бананов. Потому что это... Это жутко. Причем оригинальные, по-моему, бананы стоят по отдельности. Я видел, их тоже продают. По... Их расцепляют, что ли. Я не пойму. Наверное, как заказывают. В общем, они типа отдельно один продают по 300 или 400 рублей. Один банан с фигуркой. Вот. И мне кажется, лучше потратить эти деньги на настоящий банан. Практически. Тут 400 рублей за два банана, которые ничто из себя не представляют. Ничто. Ничего из себя не представляют. Они сами просто одно сплошное ничто. Да. На этом все. Пока ждите. По со мной ждите. И посмотрите. И поставьте. И напишите. Вот. Пока.